всем привет добро пожаловать ребят к нам на канал с илюхой илюха мне тоже уже блогер блогер еще одну недельку и все и у него начинается школа ребята мы гуляем мы приехали сегодня в олимпийский парк макс пошел машину ставить и мы хотим здесь открыли новое заведение оно было как ты уже давно и мы в него и ходили там были вкусные продукты такие бургеры илюшка захотел бургер вот ему вчера дедушка денежек подарил он говорит мам я хочу вкусный бургер я ну поехали короче говоря мы приехали в олимпийский идем в это заведение мне интересно они короче переехали они раньше были в другом месте сейчас это заведение переехала сюда называется но лапунта раньше там было очень вкусно и короче говоря мы приехали на набережную к морю а ты поздоровался с вами подписчиками ну давай такой ветер кстати может быть это море наверно волнует сейчас посмотрим сегодня штормовое у нас море мой зайчонок тоже ходит фотографируется маму везде фоткает тебя сфоткать давай давай сфоткаем у нас уже макс ждет кафе а мы тут короче расфоткались да сегодня кстати клевое море вообще красивая даю сейчас опять у меня девочки спросят почему у меня сын ходит без кепки илья девочки забыл вот забыл и все машине у нас честно говоря уже не такое солнце уже даже ветер такой знаете не летний летом уже ой ночью уже спим вообще без кондеров без ничего даже холодно я думаю что даже можно уже одеяло одевать клево да илюх так вон то заведение здрасте Кого ты, Манаш, папа, нас ждет? Макс, а что он на солнце сел? Давай вот тут сядем, вон маленький столик. Пойдем, вот сюда. Ну ничего страшного. Ребят, ну классное заведение. Смотрите, как это эстетично. Макс, кстати, можно сюда потом на день рождения моего брюки. Мне нравится больше. Маму с папой тоже была. Очень вкусно. Так, ребят, бургеры и вот цены, видите, какие. Есть пицца. Ну, как бы ценник большеватый, конечно, я вам скажу. Но это ресторан, и тут реально все очень вкусно. Это настоящий краб? Очень вкусный. Ого, он увидел настоящего краба. Сейчас мы тоже пойдем с ним. Смотрите. Так не увидят девочки? Ааа, потом сейчас маму сейчас снимем. Вот тут даже вот такой вот, вот такие вот даже цветы. Страх. Нет, сейчас пойдем снимем. Это океан. Да? Садись вот сюда. Это афропаук. Так что, ему бургер дает с мраморной? 2550? Хорошие сделали. А ты что хочешь? Сыпленка в скопчок? Супленка что-то. Такие пиццы какие-то, Макс, с лугуни, с виноградом. Таких мясных нету. Может, тебе вот такой лучше это закрепить? Ну, нормально. Хорошо, хорошо. Господи, я думала, он там разбил. Тут такой вид красивый. Ребят, сейчас посниму, сейчас заказ сделаю. Вам что, Макс, лимонад или что? Я иди на лимонад, мне не надо. Значит, я ему колу закажу. А я чай попью. Может, ты качапури поджарешься? Эль? Это что? Ну, поменьше. Эксель это побольше. Да, элку сделаем. Тебе колы возьми. Колы, хорошо. Сейчас скажу. А вот это что за пицца? Не знаю, какая-то. Это сакаракомук? Не, 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 не. Они отлично. Так, нам, пожалуйста, можно бургер вот этот вот с говядиной? С мраморной. Один. И элька. Элька это какая-то? Это вот такая? Ну да, небольшая. Ну чуть больше. Закуселька. И две полы. И чай с жасмином я хочу чай. И все. Я на диете. Коловье. И чай с жасмином. Да, да, да. Бургер с говядиной. Хачапури по-аджарски. Одна. Две колы и чай с жасмином. Слушай, вот наша фотография, Макс. Откуда она здесь? Что? Это самоскор. С умой, видишь, борцы герутся. Ого. А там даже детская комната есть. Прикольно. Ой, какой красавчик вообще. Красавчик. Вон еще один. Красивый. Да? Ух ты. Ух ты. Красивый. Ух ты. Ух ты. Красивый. Вид. Столики такие, знаете, детская комната. Все, что нужно для отдыха. Ну вид вообще обалденный. Илюша, опусти, пожалуйста, ножку. У меня вкусный чаек. Это какой-то с жасмином. Вкусняшка. Вид, конечно, вообще как. Очень красивый. Ребят, ну ценник здесь очень большой. Правда, реально. Сюда не находишься. Илюша сейчас будет есть бургер за 840 рублей, девчонки. Я, конечно, Максу говорю, Макс, 840 рублей. Я же смогу купить 2 килограмма мраморной говядины. А знаете, что мне муж говорит? Оль, ребенок у нас один сегодня с нами. Второй в садике. Если был второй, то второму купили. Просто ребенок один, и он очень любит бургеры. И реально тут очень вкусные бургеры, девчонки. И мы, конечно, Илюхе купили этот бургер. Сейчас посмотрим, что за бургер. А я чаек, я чаек. А папа захотел наш, он очень любит хачапули по-аджарски. Попробуем тоже здесь. Ну а так, конечно, девочки, если хотите хорошо и вкусно здесь покушать, не получится. Здесь очень дорого. Когда заедем в Магнит, напомните мне... Слышите, ребята? Напомните, мне нужно купить обязательно фольгу. Мне нужно купить пергаментную бумагу и меда. Мед обязательно. Сегодня буду на второй канал. Хочу сделать эти для Макса... Ну не для Макса, а вообще на второй канал хочу приготовить. У меня я покупала свиные эти ребрышки, девчонки. Вычитала крутой рецепт. Сегодня будем его тестить. Приготовлю. Думаю, что будет вкусно. У меня меда дома вообще нету. Хотя у папы друг есть вот с пасекой. У меня меда нету. Ну, потому что не кушаем мед. Он слишком сладкий. Не знаю. Я мед вообще не люблю. Это очень редко... Вот я была в Уфе у тети. У них там был... Кто-то продавал мед. Такой мед вкусный. Такого я еще не ела. Ну, он вообще уфимский мед, он такой густой. А мне нужен такой, знаете, вот жидкий мед. Вот. Сейчас маленькую баночку куплю, чтобы сделать вкусняшку. Илья прям... Илья прям... Илья прям дождался. Ой, какая красота. Леха. А у вас нету этих? Раньше вы давали эти пчаточки. Лук ты не ешь, да? Ого, какой девчонки. Вот такая красота. Да, ребята. Вам, конечно, повезло. Привет, спасибо. Макс, это что за красота. Вы меня сейчас будете просто соблазнять вот этой вот едой. Ха-ха-ха. Он, как всегда, его машине забыл. Все. Мы вышли. Так классно. Погодка, смотрите, ну ветер сегодня прям очень сильный. Я сегодня кепку потеряла, Илюха еле догнал ее. И купаются, и боятся. Приехал курьер, привез рубашечку. И мою лампу, наконец-то, привезли. Лампа класс, и рубашка класс. А обувь мы отдали, потому что она не подошла. Девчонки, рубашка такая вот сейчас, видите, она как трикотажная. Но прекрасная, беленькая, с синеньким. Очень хорошо, Илюшки. Вообще, это вот это Акола фирма. Акола или Акула, я не знаю, как правильно сказать. Вот это. Девчонки, ну хорошая, мне понравилась. Вот сейчас ему летом носить отлично. В сентябрь походит. Самбист мой. Все, хорошая футболочка. У нас будет такая соляночка. Мы с Илюхой решили пойти на море. Сейчас у нас 12 часов дня. Я хочу еще позагорать. Не знаю, какое море, кстати. Теплое, не теплое. Илюх, ну что, как вода? Хорошо. Хорошо? Ну иди заныривай. Ну что ж, подсел на море. Давай, заныривай. Кого? Ну, вода уже все, не летняя. Похолодало, кстати. Не знаю, мне кажется, она прям такая уже осенняя. Девчонки, пришла я уже с моря. Помыла голову. Голова, конечно, вообще бедная голова. Ужас. Ничего не промывается. Сейчас сделала маску. Смыла ее. Вообще ужасно. Короче говоря, жду, когда уже будет понедельник. Но я надеюсь, что может в воскресенье уже в ночь включат воду. Девчонки, вообще ничего не промываю. Ужасно. Без воды просто ужасно. И прям жду не дождусь, когда эта вся каторга закончится. Я сейчас что буду делать? Я хочу покрасить чуть-чуть лицо своим вот этим, как это, бибикремом. Ребят, пойдем сейчас с Илюшей. Мне нужно сходить огурцы, помидоры купить. И Илюшки эти закончились, не закончились, в школе карандаш. Карандаши у нас сегодня в школе собрание. Пойду сегодня на собрание. И как раз, я думаю, что как раз накрашусь. А то на собрание я всегда хожу все-таки более-менее в таком потребном виде. Я помню, знаете, я была когда маленькая, мама мне приходила на собрание. Она всегда была супер модно одета, такая модная, красивая. У меня мама раньше работала, знаете, кем-то вороведом. Ну, вы представляете, да, когда нигде ничего достать нельзя было, а у мамы были все самые красивые платья. И, короче говоря, все всегда мне говорили, как, какая молодая у тебя мама. И вот мне тоже хочется все-таки, я пусть не молодая, но, по крайней мере, хоть выглядеть буду, знаете, более-менее цивильно. Ребенок должен гордиться своими родителями. Вот. Так что, ребят, на собрание я всегда хожу так. Более-менее выгляжу как бы, хотя бы крашусь. Вот. Так что сейчас наношу свой бибикрем. Чуть-чуть выровнять тон, потому что лицо, конечно, уже без бибикрема не может существовать. Нет, я хожу, кстати. Я все лето проходила без бибикрема. Вообще не красилась. На море я хожу, вообще не крашусь. Кепку одела и пошла. Вот. Видите, в принципе, тон выравнивает хорошо этот бибикрем. У нас сегодня такой видос будет. Я вам чуть-чуть покажу, как я крашусь. Спонж всегда намочу чуть-чуть. Надо на Фаберлик еще заказать спонж. Я на Фаберлик заказывала. Так. Вроде ничего выровнял, да, тон? Сегодня я покупала одноразовую маску. Мне, в принципе, понравился эффект. У меня еще не высохла голова. Так, дальше что мы делаем? Давайте, наверное, начнем с расчесочки. Блин, как же я мечтаю о густых, красивых бровях. Вот завидую девчонкам, у кого брови, которые не нужно ни красить. Ничего не надо делать. Свои пощипала красиво и ходишь. У меня ни в форме, ни бровей нет у девчонки. И, честно говоря, я раньше красила этой, как ее, палеткой. А сейчас нет. Сейчас вообще не парюсь. Так, чуть-чуть подкрашиваю. Надо мне к первому сентября. Вот, Илюшку поеду стричь. Пойду и как раз брови накрашу чуть-чуть. Я чуть-чуть подкрашу. Я много не крашу. Так, брови слегка. И слегка хочу нанести. Надо мне, кстати, купить, ребят. Закончилась у меня вот эта хайлайтер тут был. Пудра, румяна, бронзер. Все здесь было. И сейчас уже подзакончилось. Я иногда чуть-чуть вот так подкрашиваю. Слегка. Придать лицу такой, знаете, хотя бы такой вот вид. Вот видите, сразу чуть-чуть нанесла и уже, да, такое немертвятское лицо. Хорошее. Вот так. Так. Чуть-чуть хайлайтера. Я вчера в инстаграме смеялась, там видео выложила. Девчонка вся такая вся у хайлайтера. Я говорю, это про меня. Кстати, вчера Илюшха показывал фокус. Вы видели в инстаграме? Блогер у меня. Девчонки, вообще камера не стесняется. Такой молодец. Я говорю, в школе бы вы так отвечали, как ты ролики снимаешь. Так. Чуть-чуть хайлайтера. Так, ребят. Дальше. Тени. Тени. Я люблю вот эту палетку от NYX. Я ее обожаю. Я люблю такие нюдовые, спокойные оттенки. Я вообще не очень люблю уж сильно намазываться. Но иногда бывает, конечно, у меня перебор. Но. Но. Это вот такие обычные. Вот, моя любимая. Видите, такая. Так. Так. Тушь у меня, ребят, вот эта. Вот я люблю вот такой макияж, когда, знаете, ничего лишнего нет. Может, стрелки, думаю, нарисовать или не надо. Вот, все равно, когда стрелки, более выразительные глаза. Сейчас подумаю. Рисовала стрелки. Я, конечно, стрелочник еще тот. Ну, ладно, пойдем сейчас этим накрашу. Девчонки, кстати, вчера забыла рассказать. Не вчера. У нас сегодня такой влог получается, да, сборный. Вчера, когда ехали с этого, с кафе с мужем. Едем. Девочки, я вот сколько раз убеждаюсь, что женщина машину водит намного круче, чем мужчина. Вот вообще, сто процентов. Я, когда ездила за рулем, я была вообще в шоке от людей. Я вообще такой водитель скандальный, ребят. Я могу выйти и покричать на пешехода, который бежит не там, не в положенном месте. У меня был такой случай, что я еду, короче говоря, на перекрестке. То есть, поворачивать мне нужно направо. Там нету никаких ни пешеходных переходов, ничего нету. То есть, моя главная дорога, я еду. И там вечно такая остановка, и люди просто смертники, я их так называю. Они просто перебегают с детьми. Я всегда так удивляюсь этим людям, которые с детьми бегают там, где вообще не положено. И, короче, стоит мамаша с дочкой. Дочка такая взрослая, лет 18, может, и взрослая женщина-мать. И, короче говоря, девочки, я еду, и вижу, что они меня ждут, и чуть-чуть прибавляю газ. Ну, чтобы быстрее проехать, пропускать. Я не пропускаю никого, тем более в неположенных местах. Это просто вызывает, как сказать, аварийную ситуацию. Мне кто-нибудь сзади засадит, и все, и все, приплыли. И ни машины, ни меня, и вообще ничего. Я не пропускаю там, где не положено. Где положено, естественно, я останавливалась, пропускала. Вот, и вижу, они стоят, значит, у меня Илюша еще был маленький, сзади сидит, пристегнутый в кресле, все. Хорошо, он был в кресле и пристегнутый. Короче, эти две женщины стоят, и я вижу, что они меня как бы ждут, и я чуть газу даю, чтобы проехать. Ну, как бы, не знаю, вот у меня так, вроде как они меня ждут, да, мне хочется быстрее поехать. Нет, я там не поехала 180, естественно. Я чуть-чуть прибавила газу, и вы не представляете, они в этот момент, они стояли полчаса, и они в этот момент начинают перебегать дорогу, девочки. Вы представляете? И я на тормозах, хорошо сзади машин не было. Я просто, они перебежали. Я была с ребенком, я очень-очень ругалась, мне до сих пор перед Илюшей неудобно. Он такого, наверное, не слышал никогда, как мама ругалась. Я просто хотела выйти, просто там негде было машину остановить и пойти их жизни научить. Девочки, я очень, меня раздражают люди, которые сами не хотят жить, и другим могут помешать в жизни. Вот, а у пешеходов есть такая вот манера. Блин, у нас везде поставлены пешеходные эти переходы. Ну, блин, во-первых, это для здоровья хорошо, пройдешься ты чуть-чуть. Нет, они бегут вот с такими надувными матрасами, перебегают, дети маленькие. И к чему я вообще начала это рассказывать? И вчера мы едем, Макс едет по левой стороне, значит, по скоростной. Тут едет машина, мужик за рулем сидит, на спортедже такой. И он, короче, получается, окна открыты, и мы едем с Максом. Детей не было. И этот мужик начинает перестраиваться. То есть даже не поворотник, ничего не включает. В нас получается. А здесь, с этой стороны, слева, стоят люди, дорогу ждут переходить. И это хорошо, у Макса более-менее реакция. Он чуть-чуть руля дал. Девочки, я выглядываю просто в окно. Я этого мужика так отматерила, вот клянусь. Мне даже не было страшно. Ну, у меня, конечно, муж такой боевой мужчина, и мне с ним не страшно. Но я так его отматерила, этому мужику даже сказать нечего было. Потому что просто едут невнимательно. Ребят, ну как можно на дороге так ездить? Короче, на дороге мне лучше не попадаться. Я никого не боюсь. Я буду ругаться сильно, сильно громко. И никому ничего не поможет. Потому что я считаю, что если ты сел за руль, ты не просто сел за руль, ты в ответе вообще за все, что происходит на дороге. Надо думать наперед. Не знаю, тьфу-тьфу-тьфу, девчонки. Сколько езжу? 5-6 лет ездила за рулем. У меня была единственная авария. И то мне, представьте, машинка у меня была новая еще с салона. Въехал мужик, парень молодой. Из какой-то он приехал, иногородний, или какой-то Кубани. Откуда-то оттуда он приехал. На девятке старенькой такой девчонки. И он просто... Короче, пешеходный переход. Я останавливаюсь. Передо мной машины останавливаются. Я не гнала ничего. Ну, мы медленно ехали. У нас в основном пробки летом. Это летом было. И он просто, девочки, просто он вот так поворачивается и засмотрелся на кого-то. И просто мне в задницу как дал. Ну, не сильно, но помял бампер. Бампер мне пришлось менять. Короче говоря, вот просто он... Я говорю, я выхожу на него, прям ругаюсь. А он такой, знаете, прям такой... Видно, что виновный бывает, знаете, начинает там что-то там права качать. А этот нет, прям чуть не плачет. Вышел. Я говорю, слушай, ну ты вообще где ты? Где ты? Уснул что ли? Или что случилось? Тоже такая была злая. Вот единственный у меня был косяк. И то не по моей вине. Короче, я к тому, что я вчера настолько перепугалась, девочки. Я просто... У меня сердце, я думала, выпрыгнет. Вот просто он ехал в нас. И он, видимо, он просто, видимо, не посмотрел, когда перестраивается. Вот бывает, да, заклинит людей. И мужу говорю, вот тебе еще одно доказательство того, что мужчины водят намного хуже, чем женщины. Потому что женщина, она 500 раз посмотрит. Вот честно. Так же, как я из квартиры выхожу, я 50 раз вернусь, посмотрю, я выключила газ или нет. И так же вот они за рулем сидят. Короче, я вчера такой стресс испытала, девчонки, я не знаю. Я ужасно испугалась, потому что мне было страшно, ладно бы он в нас ехал. Вот здесь люди стояли, если бы мы их сбили, получается, а из-за него... Короче, вот это все страшно. К чему я это рассказывала, не знаю. Ну, к чему ты рассказала? К тому, что женщины намного круче водят. Так, значит, глаза накрасила. Сейчас нижние ресницы чуть-чуть накрашу, чуть-чуть помады и все, ребят. Так, ну все, губы накрасила. Голова не хочу сушить ничего. Сегодня будет вот так. Я вообще сейчас утром же вожу мальчишек в садик. И голова всегда, знаете, лень утром что-то чесать, там, начесывать. У меня самое лучшее, я одеваю кепочку. Меня никто не видит. Короче, кепки меня, девчонки, выручают в этом случае очень сильно. Мне кажется, макияж получился нормальный. Это вот моя стилистика макияжа. Я, девчонки, не люблю вот этот яркий. Я иногда могу, конечно, яркануть. Вот, ну вот так на повседневку, мне кажется, очень даже неплохо вышло. Жду ваших комментов. Мне кажется, неплохо. Конечно, не гуаровитеся, но тем не менее, для нашей деревни пойдет. Илюш, давай собираться, сынок, пошли. Пойдем, я хочу помидоры бурые купить. Девчонки, хочу вкусного салата. И хочу, Илюхе, мне нужно карандаши купить. Что-то я еще хотела, не помню. Вспомню, буду идти. Покажи. Покажи, сама покажи. Не стесняйся, такой подарочек сейчас даю. Это мы, кстати, с Илюшкой идем. У него у одноклассницы день рождения было. И мы не смогли попасть. И решили подарить ей у такого зайка красивого. Я иду мусор, девчонки, выбрасывать. У нас мусор, а просто. Каждый день опять мешков. Ой, он стесняется. На тебе такого зайчика. Будешь красивый? Тебе понравился? С днем рождения, отец, прошедший. На здоровье тебе, моя девочка. В школе готова? Да. Готова? А таблицу ты умножения знаешь? Да. Знаешь? А Илюша не знает. И все лучше разнать. Да, молодец, умничка. А восьмерку девятку выучила? Нет. А, нет? Ну ладно, мы тоже не знаем. Ну, не подистили. Илюшка, как всегда, застеснялся подарок дарить. Вот. Так что иду, девчонки, помидоры. Мне нужно на ужин огурцы, помидоры возьму. Салат хочу с зеленью вкусной. И хочу еще что-нибудь. Апельсины, персики. Так, ребятки, мы уже пришли. Мы уже дома с Илюхой. Илюха хочет вам показать, где показывает девочка. Под лавашом, наверное. Мы зашли в магазин, покупали канцелярию. Ну, мы, у меня, в принципе, уже все куплено. Ты прочти, как называется. Он себе выбрал книжки. Вот он же вам показывает. Я выбрал джунгли. Тебя не видно, Зая. Вот сюда отойди. Я выбрал джунгли. Про джунгли книжку. И про удивительных животных. Девочки, я надеюсь, видите, да, книжечки. Вот ему очень нравится. Про животных. Да, про животных. А ну, прочти что-нибудь там. Про что. Тут видишь содержание. Девочки, книжки. Я вообще в шоке. Цены. Там полное место на земле Ле Арктика. Здесь живут императорские педвины. Эти птицы не умеют летать. Ну, все, все, ладно. Все знают, что ты умеешь читать. Ребят, короче, книжки по 175 рублей. Цены вообще просто. Откуда такие цены на книги? Я вообще в шоке. На, Илья, вот это тоже забирай. И карандаши взяли простые. И этот, клей. В принципе, больше ничего не брали. Что у меня тут столько полотенец? Так, я что взяла? Взяла, смотрите, какая красивая. Малина. Ням-ням. Малинку очень люблю. Аромат необыкновенный. Ильюш, ты руки помыл? Так, малина по 440 рублей килограмм, ребят. Дальше взяла пекинку. Такую прям хорошую, зеленую, свежую. Вечно в магнит зайдешь, у них там какая-то, знаете, разрезаешь ее, а внутри черные точки. А это хорошее на рынке. Так, взяла кишмиш. Вот такой виноград для Темки. Он без косточек любит. Сейчас, представляете, прохожу мимо садика. Он сидит там с мальчишками, играет. Мой мальчик любимый. Девочки, а это какая-то суперкрутая слива. Не знаю, что за слива. Вот такая, желтая. Сейчас помоем. Я вчера, кстати, в магните взяла вот эту, но я ее пущу на компот. Она такая кислючая. Вот. Взяла огурцы, помидоны. Огурцы у нас по 80. Хотела хороших, бурых не было. Там выбрала 4 штучки, потом в другом месте возьму помидоры. Так. И все. Девчонки, больше ничего не брала. Лаваш купила. Может, сегодня шауму себе замотаем. И все. Достала куриное филе. У меня размораживается. И, кстати, мы сейчас пришли. И из горячего крана вода пошла. Холодная. Может, это... Смотрите. О, слышите? Неужели сегодня дадут воду? Было бы вообще здорово. Так что, ребята, на сегодня все. Больше ничего нечего рассказывать, показывать. Сегодня что мы? Я иду вечером на собрание. Сейчас буду прихорашиваться. Пойду. Сейчас приготовлю поесть. В принципе, и все. И на сегодня все. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь. И дальше у нас много всего интересного. Всех целую и люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok